Девушки отдыхают В Американском посольстве в Лондоне состоится пресс-конференция Романа Попова. Будучи гражданином Великобритании, Попов утверждает, что является российским шпионом, которого с юности готовили к разведке и забросили в Великобританию, когда ему было 19 лет, в составе специальной группы. По его словам, в России существовало сверхсекретное подразделение разведки, о котором мало кто знал даже в спецслужбах. Пришло время узнать правду о том, как русские тайны влияют на жизнь наших стран. В ответ на заявление Попова, европейские пользователи Фейсбука даже запустили новое антироссийское движение. Под хэштегом «Россия за твоей спиной» показания Романа Попова могут серьезно пошатнуть позиции России в мировом сообществе и привести к ее политической изоляции. Роман Пропов Роман Пропопов Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потом началась заваруха, я подумал, что тебе тоже угрожает опасность, и сразу к тебе рванул. Как ты меня нашел? В Польше. На фестивале по парашютке. Я просто тоже прыгаю. Че, не подошел? Я хотел, но подумал, вдруг ты работаешь, ну а потом пробил тебя где-то чего. Нет, не работаем. Че-то происходит. Тебя надо куда-то свалить на время, пока это все не прояснится. Сядешь с краем. Рад тебя видеть. Я тоже. Хорошее место работы. Мы представились родственниками, чтобы не вызывать лишних вопросов. Мы по заданию и точно знаем, что вы из юности. Рахманова, мы знаем, что без пароля вы не будете говорить, но пароль знали вы и полковник Родина. Мы все о вас знаем. Сирота, одаренная, Родина нашел вас, привел в юность, забросил сюда, как студентку. Мы вас 15 лет искали. Именно вы меня искали 15 лет. Рахманова, пора служить Родине. А давайте так, либо я сейчас охрану вызову, либо... Рахманова, пора служить Родина. Рацию забери у него. Рахманова, пора служить Родина. 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 Андрей, сюда. Молодец. Слушай, ключей нет, а? Помочь? Быстрее, пока дверь не открыли. А если не хватит? Хватит, хватит. Хэнди Хох! Главное, не обосрись. Ты себе? И себе тоже. Главное, не обосрись. Главное, не обосрись. Главное, не обосрись. Ну, кажется, это юность. Мария Рахманова. Пиарщик экологической конторы. Пиарщик, говоришь? Да, профиль подходит. Ничего подозрительного, выехала в Германию в 16 лет, натурализовалась. Этот был с ней. Так, стоп, стоп. Это же родина. В смысле сын? В смысле сын. Кто у нас там? Надо связаться с агентами. В смысле сын? Да. Понял. Елена? Тебе мама звонит? По-гутесли. 27. 06-78. Привет. Вы про юность слышали? Внимание! Про полковника родина вы знаете. В начале 2000-х он отбирал детей и сирот по всей стране и забрасывал их за границу по программе обмена студентами. Это называлось школой юности. Родин думал о будущем. Вербоварь становилась все опаснее, и он предложил вырастить сеть спящих агентов. Их задача была сделать карьеру и ждать приказа. Через два года после заброски полковник родин погибает. Несчастный случай. Кроме него никто не знал ни имен, ни адресов, ни паролей. Приказ у юности был такой. Если связной при встрече не называет пароль, на контакт ни с кем не выходить. По факту у нас была сеть агентов по всему миру, но связи с ними не было на протяжении 15 лет. Две недели назад в американском посольстве в Англии должен был выступить Роман Попов. Это первый человек из юности, давший о себе знать за все эти годы. Во время пресс-конференции его выкрали неизвестные. А сегодня засветились еще двое участников юности. Вот они. Нам они нужны живыми. Ждем результат от агентов из Германии. Номер папы высветился? Угу. Звонил ему? Запомнил номер? Не запомнил. Тебе же отец мемотехнику ставил. Ну, ставил, ставил, не доставил. Иди сюда. В фильмеontехнику ставил. ? Севастник? Вау. Вау. Севастник? Вау. Вау. Севастник? Вау. Севастник? Севастник? ГУДЕН ДАГ ГУДЕН ДАГ Русский? Ут? Нет, извините Ну, а теперь вспоминай номер Блин Очень смешно Звонил? Ну, конечно, звонил Абонент, не абонент А, по-моему, смешно А пока хочешь Кот Калининграда Чё-то помнишь? Угу У тебя ж нурок развязался Угу 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 Эй! ГУДЕН ДАГ 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 Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Калининград. Андрей, нет. Наши лица уже во всех базах. Лёгий пограничник возьмёт. Надо подождать, куда-то залечь, понять вообще, что происходит. И кто так сильно хочет нас убить. Давай от отца найдём, пускай он нам объяснит, что происходит. Почему всё это время он был мёртвым. И вообще стоило антого. Сегодня утром недалеко от Лондона был найден труп Романа Попова. Мы сейчас выясняем, что на самом деле там произошло, но, конечно же, весь мир считает, что это наше хрукдело. Да. Если честно, в проекте «Юность» я сомневался всегда. Ну, а Родин говорил, что такого оружия ни у кого не будет, только у нас. В юности он замкнул всё на себе. Поэтому, что сейчас творят эти ребятки, почему, для кого, мы не знаем. Роман Попов только пешка в этой игре. Здесь есть крупный заказчик. Наша задача узнать, кто за этим стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что делаешь? Истеричность! Надежда! Тише туда! Тебе надо психбальник! Да я не лайкал его! Просто всё лицо раздоработано! Дюра! Дюра! Чё вы тут наестерва? Эй, 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 эй! Эй, эй! Стоп, стоп, стоп! Всё, 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 всё. Всё, всё, всё. Всё, 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 всё. Ладно, мне лучше, Let's go to my husband. Здорово. Вот дурень, а. Держи. Понял. Прошу. Дальше Польша, потом Россия. Угу. Гитлер тоже так думал. Угу. Их надо брать у этого моста. Там есть выход к воде. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Операция провалилась. Задержать агент в юности не удалось. Один наш сотрудник погиб, второй готовим переброски на родину. Я упустила их. Так, послушай меня. Я тоже упустил родину. Пятнадцать лет назад. Понимаешь? У меня нет никаких зацепок. Я не знаю, где мне их искать. Так и я не знаю. Но мы с тобой обязательно их найдем. Я уверен. Им некуда бежать, кроме как домой. Понимаешь? Ну, ты не знаешь. Андрей, давно спросить хотела. А чё ты ушел? В смысле? Ну, из юности почему ушел? Это он вам так сказал, да? Угу. Молодец, папашка, узнаю. Я не ушел. Он меня выгнал. Почему? У меня четырнадцать было, когда мама умерла. И хреново было. Нужна была поддержка. А его не было никогда рядом. И тут однажды приезжает, говорит, сыграйся. Поехали, ты надо развеяться. Думаю, ой, как круто. На море поедем, там, в Сочи, Евпатория. Привозит он меня в какую-то дыру, а там еще таких же двадцать дедов, как я. Ну, и ты. И началось. Приказы, дисциплины, тренировки. Не, мне все это нравилось, конечно. Блин, один раз подошел. Как отец к сыну. Ну, и я, короче, взял нож, полоснулся по руке. Внимание захотел. Думал, подойдет. Обнимет, пожалеет. Ну что? Подошел, пожалел? Подошел. И говорит. Я всегда девочку хотел. Вот она из тебя и выросла. Хорошо тут как-то, да? Слушай, а может, нахрен это все? Ну, а сядем здесь. Сделаем себе паспорта. Будем жить как нормальные люди. Сюда будем приезжать, штуки жарить, в баньку ходить. Заведем себе собаку. У тебя же аллергия. Молодец. Да пошел он в жопу этот фанатик. Ну, реально. Откуда он тебе тогда был спец? Какой-то олимпиаду, где домскую девочку засрал тебе все мозги своей спецслужбой, своей юмностью. И что? Ничего. Только это для тебя он фанатик. А для меня тогда он стал отцом. Для всех нас. Ну, хоть для кого-то. Так что юность это смысл моей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Я скучал. Немец. Город Пластилин. Это что? Пароль мой. Ух ты. Если я скажу тебе твой пароль, то ты сделаешь все, что я захочу. Ну, если это не противоречит Уголовному кодексу Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова Российской Федерации А.Семкин Корректор А.Егорова А где вы жили в Калининграде? Да где только не жили. Переезжали постоянно с места на место. У меня и друзей-то особо не было. Вечно на чемоданах сидели. В любую секунду могли переехать. Что дальше делать будем? Может, поедим. Ты как вообще? Нормально. Субтитры создавал DimaTorzok Мы чего-то ждем? Пусть попрощается. Не стрелять! Не стрелять! Пошел! 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 Дай сюда! Залезай! Пошел! Да ладно! Не стрелять! Работаем! Заклинило! Заклинило! Дарья! Работаем! Пошел! Продолжение следует... 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 Ну, не пытать же мне тебя. Рахманова в четырнадцать-то. Продолжим. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пей, 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 пей. Пожела. Дай глотно. Не рассеживайтесь тут. Продолжение следует. Живучие вы, детки. А знаете почему? Ждали, когда ко мне придете. Молодец, Катаев. Я чувствовала, что это Катаев. Его брать надо. Ты с нами? Куда собрались? Надо же узнать, кому там Катаев хотел юность продать. А ты че киваешь? Ну, надо брать Катаева. И бычки за собой убирать. Мы поехали брать. Бега белом. Это здесь Sí. Иertи. Берем, легко. Магов, торки. Ееoon думай. Їе. Лес. А는. И frågor. Андрей, выходи. Пирс М7, там тебя встретят люди, переправят в Польшу, дальше ты сам. Это ты так решил? Ну, конечно. Ты же всегда все решал вместо меня. Вот паспорт, давай быстрее. Времени нет. Новенький. Ай, как вкусно пахнет. Товарищ полковник, а я себе не поеду. Сынок, я на службе, а ты никто. Забыл? Такую мечтает услышать каждый сын от отца. Да, не вопрос. Ну что, пойдем, Маша? Она тоже на службе. Маша, ты со мной? Прости. Ну, я пошел. Да. Ребята. Телефона нет? Денег нет. Не курю. Телефонаро. КОНЕЦ Телефонаро. Телефонаро. М Konш. Телефонаро. электроблок ты сломал в чем собственно дело твой отец не просто так пришел в свр товарищи я к начальнику когда отключились камеры он сказал катаеву что должен уйти с рахманова рахманова в четырнадцать и катаев ему помог катаев сначала хотел забрать юность потом помог отцу как-то это странно нет рахманова не случайно засветилась на фестивале а где ты рахманова нашел в польше встретил увидел случайно ты молодец не подошел пробил и когда возникла опасность юности пошел ее спасать и вывел на отца как она этого и хотела как она узнала что отец жив не знаю мы у нее спросим заклинило его отец специально потерял ее по дороге а потом спас чтобы войти к ней в доверие и узнать кому рахманова продала юность погодите вы сейчас хотите сказать что маша рахманова предатель да рахманова предатель мне нужно ее отсюда вывести а почему он мнение ничего не рассказал ну тоже ее любишь так что юность это смысл моей жизни андрея принялась в аэр быстро они а я подумала перехитрила самого полковника родина ты подумала так как я хотел и когда вы все поняли про меня сразу никогда раньше с парашютом не прыгала тут за полгода до фестиваля начала и потом только ты могла уговорить рома попова стать предателем он тоже тебя любил и что вы все это время следили за нами и 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 Хорошо соображаешь. Это правда. Куда едем-то? К сыну. КОНЕЦ Есть тоже вы? Максим Михайлович, цель похитили. Я понял. КОНЕЦ Отпустите его. Я скажу пароль. Ну, допустим. Пусть возьмет мою машину и каждые пять километров сообщает, что нет хвоста. Каждый звонок один пароль. Первый пароль. Двери. Андрюш. Только без глупостей, ладно? Ну, ты же понимаешь, телефон прослушивается. Я буду скучать. Андрюха, машину не поцарапай. Сынок, я на службе, а ты никто, а ты никто, забыл, а ты никто. Сынок, я на службе. Сынок, я на службе. Да вы всю жизнь мою угробили. Думала, семью нашла. Полковник Родин, новый папа Родине хотела служить. А потом весь этот цирк устроили. Ждите приказа, я погиб. А мы как мыши подопытные. Сидели в засаде, кто где, и ждали, не пойми чего. Приказа ждали. Так что это не я юность передала, а вы нас. Это и был приказ. Сидеть и ждать. А сколько лет надо было ждать? Двадцать? Может, тридцать? Да хоть всю жизнь. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ответь. Говори. Доехал. Не стрелять! Доехал, доехал. Все хорошо. Хе-хе-хе. Машину не поцарапал. Хе-хе-хе. Ха-хе. Фу. Бать! Знаешь, что подумал? Пошла она в жопу. Не отдавай ей никакие пароли. Ну давай! Стреляй! Пытай! Че ты там еще собиралась делать, а, Рахманова? А я тебя люблю. Хе-хе-хе. КО- Продолжение следует... Захват не производить. Дать им уйти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Датчанин, письмо Копенгаген, ковбой, сон Вашингтон, индус, слоняник, Дели, папирус, сын Гаир. Доброе утро. Узнаешь однокурсников? Вовка Сорокин, в Каире сейчас работает, Лизка Замятина, большой человек сейчас в Испании. Аркашка-америкашка, помнишь его? Увидеться хочу с ними, только без пароля они же со мной разговаривать не будут. А где у нас пароли? Здесь. Андрюш, я же понимаю, что папа не мог не перестраховаться и не сказать тебе о них. Я правда верю, что ты не помнишь. Искренне верю. Но, понимаешь, времени мало. Я помогу тебе вспомнить. Эх, Аркашка-америкашка, прожил ты свою жизнь зря. Что ты делаешь? Сука! Сука, тварь! Сука, тварь! Что это? Я не знаю, я не знаю никаких паролей, я не... Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Я не знаю. Я помню только детские стишки, которые папа меня заставлял учить, когда я был маленьким, чтобы я запоминал столицу стран. Есть? Слова из твоего пароля есть в этих стишках, но я не понимаю, по какой логике они выбраны. Я не понимаю алгоритмы. Не знаю, надо ехать в дом отца, и там есть подсказка какая-то. Мы там ничего не нашли. Значит, надо лучше искать. Ну, допустим. Андрюш, правда думаешь, что папины вещи как-то помогут вспомнить? Продолжение следует... Продолжение следует... Я знаю пароль. Так быстро? Потанцуем? Андрюш... Ты все равно меня убьешь. Запомнишь? Постараюсь. Поезды Южно-Каири. Я Андрей Родин. Теперь пароли от юности это я. Все приказы выполнять только при личном контакте со мной. Ну что, звони клиенту. Поехали. Ну, надо же. Пароль от юности самой засекреченной сети в мире. Витский стишок. Заказчик. Он кто? Один очень крупный бизнесмен, которому я предложила свои услуги. И? Помнишь антироссийский пикет в американском посольстве в Лондоне? Это был хороший повод, чтобы продать юность клиенту. А Ромку Попова, помнишь, однокурсника наша? Тоже был в меня влюблен. Я уговорила пойти его на признание. Потом на глазах клиента я устроила его похищение. Потом ликвидировала. Все тогда увидели в этом русский след, санкции ввели. С рынка ушло много крупных компаний. Конкурентов моего клиента. Я встретилась с ним. И сняла, что все это дело рук одного агента. Тебя? А он захотел купить всю нашу сеть. Зачем? Да потому что бизнес, Андрюш, надо двигать. Одни акции должны падать, другие расти в цене. А для этого нужно, чтобы одни люди исчезали. Самолеты падают, корабли-то... А ты думаешь, юность будет выполнять все приказы, не задавать никаких вопросов? А это мы нас и учили. Выполнять приказы и не задавать вопросы. Ну да, ну да. А сколько-то бабла за это получше? Ну? Я понимаю, зачем отец устроил такую проверку. Пятнадцать лет. Слушай, а сомнений нет? Сомнений нет, Андрюша. А у тебя? Сам ты чего хочешь? Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Оригинальный способ подать нам сигнал. Странное место для сделки. Какая сделка, такое и место. Продолжение следует. 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 Нет, это не危険, это просто food for thought. Это все, подумайте. СТОП Дозор пошел. 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 Продолжение следует... 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 Собирай юность. Я понял. Выберегите его. Ну, ты как из комнаты выбрался? Потихоньку. Кстати, это я в тебя стрелял. У меня выбора не было. Тебя бы обкололи. Все секреты разболтал бы. Хорошая работа. А то. Эй, эй, эй. Смотри у меня. Еще раз умрешь, ты мне больше не друг. Давай отдыхай. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Говорит Андрей Родин. Пора встретиться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok